12.25 вот я сейчас буду садиться есть вот это первый прием пищи утром у меня было две чашки кофе с расстоянием конечно со сливочками не сыра не моцареллы не орехов у меня сегодня не было только кофе со сливками пробежка и вот первый прием пищи моя каша все хорошо знают здесь отруби нордик финские ржаные украинские немножко по десертной ложке может быть кунжут молотый на кофемолке потому что это семечки транзит выйдут как и зашли семени льна у меня нету нужно купить ну вот такая каша творог я сегодня не положила недостаточно здесь домашнего йогурта кстати меня просили показать йогурт ну вот приблизительно вот так у меня кто-то говорил тянется йогурт у вот но я считаю что это нормально добавляю йогурт в чашку и ряженка магазина я немножко чтобы пожиже было а то сильно густой йогурт тяжело размешать вот это такая чашка украсила я конечно киви одно киви положила обязательно молочные продукты хорошие деревенские есть возможность здесь витамин d вот я заканчиваю принимать завтра витамин d принимала в общей сложности 4 месяца я один месяц у меня были таблеточки и вот жидкий три месяца но пересдам понедельник всем покажу результат мой родной 41 то есть более менее адекватный но посмотрим что после аптечного варианта будет всем покажу ну и дополнение к моей каше хлебцы у меня на маска у меня фасолевый паштет можно нут можно горох по желанию пожалуйста делайте себе такую на масочку очень вкусно подвялила морковь и лук я на животных жирах на сале у меня не растительное масло пожалуйста можете немножко добавить растительного масла и подвялить черные точки это у меня базилик сухой базилик синий мне очень нравится чеснок обязательно здесь еще есть перекрутила немножко все сбивала на блендер нормально хорошо сбился прекрасно если захочу и намажу себе третий хлебец я отработала я отработала дружу с лесами все у меня с этим очень очень нормально мой белорусский судочек маленький очередной очень довольна очень довольна крышечка так хорошо компактно в холодильнике стоят прекрасно просто благодарна белоруссии люблю белоруссию ну вот такой первый прием пищи меня всем приятного аппетита кто со мной готовлю иду себе решила стушить капусту старая капуста мне очень нравится тушить капусту мультиварки очень мало израсходуется растительного масла я не люблю вот эти жиры не в салатах не в капусте не люблю и потом никогда не стушите капусту в очень малом количестве растительного масла подгорит или чугунок или кастрюлька подгорит мультиварка нет у меня просто здесь брызги брызги не шампанского растительного масла немножко немножко капусту посекла крупненько лук морковь как обычно добавила чернослив из морозилки достала перец сладкий заморозка красный добавила еще вот для кислоты немножко аджики своей у меня перетертые помидоры и перец и добавлю еще вот таких специй 10 овощей для пикантности ну соль перец лаврушка как обычно мы все это и все знаем ну все сейчас помешаю накрою показала вам вот такая вкусная еда вкусная и полезная готовьте тушите в мультиварочке очень диетически получается очень я для этого ее покупала конкретно для тушения и же не покажем ну так тыквенную кашку только готовим мультиварке а как вкусно тушить кабачок кабачковую икру готовьте мультиварочки успела до 5 часов прекрасно сажусь есть еда на столе довольно приличная порция но 300 грамм точно есть точно вот пожалуйста вот такая красивая правильная тарелочка это наша еда тушеная капусточка довольно низкоуглеводное блюдо 100 грамм капусты тушеной всего лишь 20 калорий ну кто считает я не считаю калорий у меня все на глаз я жалз потом эта клетчатка которая подходит всем она тушеная многие не могут переносить свежую капусту тяжело на кишечник согласна урчание сто процентов кому-то даже яблоки свежие тяжело лучше испечь тоже правильно это хорошая клетчатка вот такая клетчатка это борьба запорами утром встали вот вам счастье водички мы с вами всегда утром выпьем а вот не забыть посетить туалетную комнату желательно чтобы не было проблемой поэтому следите за своими правильными тарелками хорошая клетчатка работа нашего кишечника это микрофлора еда для наших хороших бактерий всем приятного аппетита кто со мной сегодня молочный день пришла из рынка сейчас 8 15 буду заниматься сырниками молочко закипела это на йогурт остывает до 40 градусов и добавлю бактерию по баночкам и нагревочку я уже показывала и сырнички буду готовить сырнички творог довольно плотный хорошо отжат то есть в леную ткань сегодня творог я не буду класть добавлю в творог нам 400 возможно у меня здесь хороших есть тяжелый творог яйцо добавлю одно вместо муки манки у меня кокосовая стружка очень понравились сырники с кокосовой стружкой сколько положу точно не скажу но две столовые ложки точно нужно смотреть по творогу какой у вас творог не скажу на глаз но если жидкий творог положите ткань мокренький тогда немножко влага уйдет и будут красивые сырнички у вас но и добавлю конечно я еще ванильный сахар у меня чистой ванильки нету картину масла мне это не изменит совершенно добавлю будет вкусно пахнет ну все сейчас готовлю тесто творожное тесто на сырнички все смешаю все вилочкой тесто готово в творог положила три полные столовые ложки кокосовой стружки три полные с горой хорошее плотное тесто получилось на стол немножко сейчас муки первого сорта беленькой на стол делаю колбаску длинную такой жгутик режу ножиком вам покажу ну что вот наши рулетики я приготовила два рулетика заметно да вот эти пляцики ляп-ляп уже так не делаем значит в мисочке у меня рафинированная белая мука первого сорта сковородка стоит на огне у меня вот сковородка масло нагреваем не сразу наливаем немножко позже сковородка должна разогреться вот сейчас нальем маслица у меня не рафинированная всегда она мне совершенно не пахнет я рафинированный покупаю иногда когда делаю майонез но вот нужно мне ну это редко бывает но покупаю для майонеза только а пользуюсь только нерафинированным так режем наши сырнички у нас получится красивые бочонки повторяю не пляцики вот эти вот тяп-тяп вот так красиво делаем вот так а красота значит так немножко от орги вам расскажу что я сегодня наблюдала стою я вторая у своей молочнице вторая внезапно прибегает еще одна молочница она приезжает на выходным по выходным и стоит на лейке у нее стоят люди она оставила своих покупателей три человека прибежала к моей тони и захватила купила у нее полтора килограмма творога молочница которая продает типа свое молоко и творог покупает у моей молочнице творог она уходит взяла полтора килограмма я говорю тоня цевона брына шо на залипочок но беру берется творог потом хороший покупается у кого-то делаешь сверху замазку залепку пробовать даешь хороший творог это так делают торгаши вот торгаши такие знаете поэтому с этим нужно быть очень осторожны . конечно сказала я не знаю так я не знаю мы так поулыбались а возможно она взяла себе домой есть его это же ребята страшно а что человек продает а она творог типа свой продает а для еды себе домой берет у людей обалдеть вот так такую стенку наблюдала сегодня ну что значит я думаю стоворотка уже нужно больше сделать мука вот так обволакиваю сырнички в муке да да рафинированной белой чтобы было все красиво у нас вот я прошла большую школу с творогом вообще мои приближенные родственники по мужу 20 километров от киева занимались когда-то большим хозяйством 3 коровы мария сыловна продавала у нас в украине кажутся сыр сыр на басарабте это центральный рынок города киева 35 лет второе место мария сыловна андрей сова это наш юморист а дороговцева все известные люди покупали у нее творог поэтому я один раз помогала делать творог невестка уехала на море отдыхать на две недели я имела такую возможность врагу не пожалею не пожелаю это очень сложно очень очень тяжело тяжелый труд поэтому я знаю какой творог нужно покупать и у кого если кто-то увидит большие глыбы на пол стола и будет отрезать никогда не покупайте этот творог и сыворотки можно сделать творог добавляется порошочек такой и делается творог даже из сыроводки и сыроводки это очень и очень поэтому должен быть свой человек надежный у меня такой есть ну что будем выкладывать сырнички на сковородку на небольшой огонь полотенечко положу вот вот эти такие красивые бочонки обалдеть просто а вот это ручками плятики эти тут уже не горится и вот это у меня дополнение к моей кашке кашка мне обязательно мне очень хорошо я как-то легко себя чувствую целый день на кашке иногда меняю конечно но редко в основном меня каша сырник каша яйцо каша намазка из допустим паштет фасоль я очень просто к этому отношусь могу форшмак кто-то скажет кисломолочкой форшмак селедка не нормально все по себя все так все вот такая красота заметно сыночки бочоночки о готовится он такая прелесть ну что отключаемся переворачиваем нормально нормально немножко гаву дала тут же телефонные разговоры но нормально это надо еще некоторым скучно бывает вот и переворачиваем о красота о бочонки красивые бочоночки у нас будут здесь до . положим на бумажное полотенечко немножко жирок выйдет маслица а потом в белорусский судочек сыночки готовы положила на досточку вот на досточке сейчас немножко остынут схватятся и я переложу все судочек многие говорят ланчбоксы я говорю судочек у меня немножко здесь такая рабочая обстановочка бардаков о мочалка вот я смотрю мочалка вижу камеру да вот постоянно видосики снимаю и мочалка думаю ё-моё умывальник уберем 6 секунд главное общение первые женщины вы знаете меня часто пишут таня вы пойте на украинском будем жить обязательно значит будем петь вы знаете я вот сейчас нахожусь в данный момент она кухня одна и могу сказать вот мне маленькая кухня мало места раньше мы получили эту квартиру мои родители мама жила папа моя сестра старше меня на 7 лет муж сестры потом пришел взять некоторое время не жили здесь и никогда не было такой темы нам тесно выйдите без кухни кто-нибудь я не могу готовить это у меня так я должна быть одна на кухне немало места королевство мало разгуляться негде а раньше в чесноке а как классно нам было приезжали приезжали гости к нам и так ко всем на тулупах спали на кожухах спал и на полу на педлозе вставали классно нормально ездили по гостям диваны разлаживали кровати не было диваны разлаживали все классно было а помните наши столы обязательно в комнате по центру стоит стол и обязательно четыре стула по центру ладья хрустальная с конфетками правильно ваза с клеточками и мы обходили этот стол это было нормально ложимся спать отодвигаем стол диван разлаживаем потом начали это уже мое наблюдение ставить столы в угол чтобы не мешали по-модному а потом вообще начали раскручивать и выставлять на балкон то есть комната свободно стулья тоже не модно убрать вон столы вон не модно и мы вот так выставили вон своих родных своих гостей мы сами начали убирать столы раньше постоянно любое застолье обязательно песня любое вот сидели да потом давайте споем давайте и все пели и мужчины и женщины и возрастные помню своего деда классно так пел красиво пел всегда любой застолье пил спиртной буквально 30 грамм синенькая маленькая рюмочка такая но обязательно по долинам и по взгорьям это моего деда любимая песня помню на кухне с я возле окошка в окно мама мама на украинском разговаривала папа на русском папа за жизнь не сказал на украинском слова хотя был украинец мама только на украинском мама смотрит в окно дырится в окно ой батьку еде к нам дед едет сто километров там человек едет нам в гости какая прелесть а человек возрастной уже 80 лет было деду было 98 лет когда умер но песни пели все наши родственники все пели и вот я сейчас кухонная певица так сказать стою я обожаю петь я очень люблю петь я часто очень пою меня все просят аня по заявкам поэтому поем девочки у нас в украине есть такая красивая песня все знают чем ты не пришел может быть я немножко сейчас буду не голосе но пою с удовольствием когда-то высоцкому сказали военной спой а он говорит слушай не приставай постреляй возьми не хотелось человеку в этот момент петь а я спою с удовольствием может быть я буду немножко не в голосе но пою с удовольствием чем ты не пришел чем ты не пришел как месяц и шоу я тебе чекала чем ты не пришел как месяц и шоу я тебе чекала чем ты не мальчий стежки не знал мати не пускала там дан дай коня я мальчий стежку я знал и мати пускала не пойду с удовольствием как ты не дел это и где можно hormone с удовольствием как ты — храните покушу Коня оседлала Поидь, братику, до девчиноньки Що тебе чекала Поидь, братику, до девчиноньки Що тебе чекала Течеріченька, невеличенька Схочу й перескочу Відайте ж мене, моя матінко За кого я схочу Відайте ж мене, моя матінко За кого я схочу Чом ти не прийшов Чом ти не прийшов Вот такая красива украинская песня Милые женщины, милые девочки, мужчины Все, кто меня смотрит Я благодарна всем за общение Я благодарна всем за то, что вы пишете о своих результатах Читайте, пожалуйста, комментарии Все читайте, напоминаю У нас такие результаты Как люди приводят себя в порядок Читайте результаты Это очень мотивирует Я благодарна всем за комментарии Благодарна Благодарна всем за лайки Благодарна Низкий всем поклон Всем спасибо По душе До встречи Любите себя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!